Ну и к другим темам. По итогам 2016 года в России стало на 9% больше туристов. Не только иностранцы, но и россияне едут в Москву и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым. Есть интересы к другим регионам. Туристы готовы ехать и в Сибирь. Здесь есть на что посмотреть. Что в сибирских городах создано для удобства путешественников и во сколько им обойдется знакомство с главными достопримечательностями, расскажет Антон Парахин. В каждом регионе страны туриста готовы удивить. Кто-то, например, самым глубоким в мире озером, кто-то сопками и вулканами, а кто-то традициями и историей. Так, например, путешественника, приехавшего в Омскую область, могут женить. В национальном немецком стиле. Еще одна туристическая услуга – возможность пройти путь каторжан вдоль верстовых столбов в кандалах, как и там несколько веков назад делали ссыльные декабристы. Ну а более традиционная обзорная экскурсия по городу для одного человека на русском языке обойдется в 400 рублей. Иностранцам о 300-летней истории города на английском расскажут за 543 рубля. Чуть больше иностранцам придется заплатить за знакомство с Томском. Если туристы уже знают русский язык, двухчасовая экскурсия на комфортабельном микроавтобусе будет стоить 440 рублей на человека. Рассказ на английском – 600 рублей. Ну а те, кто любит приключения, смогут попасть на экскурсию в закрытый город-спутник Северск. Там раньше обогащали оружейный плутоний. Правда, посмотреть на сам реактор официально не получится. Разрешение от Росатома на экскурсию туда пока не получено. Ну а пропуск в закрытую зону получить все же можно, купив билет в зоопарк Северска. К слову, любителям экстрима рады и в Новосибирске. Здесь, например, можно отправиться в криминальную экскурсию. Вам расскажут о том, какие банды промышляли в городе, какие громкие преступления совершались во времена суровых 90-х. Вспомните об известных людях, живших в Новосибирске, предлагают и во время экскурсии на одну из крупнейших в городе кладбищ Зельцовское. Ну а тем, кто предпочитает просто знакомство с городом, подойдет стандартная обзорная экскурсия. Здесь они подороже, чем в Омске и Томске. Два часа по Новосибирску – 560 рублей с человека, если на русском языке. Ну а на английском – 750. Еще дороже иностранцам обойдется знакомство с Кемерово. Обзорная экскурсия на русском языке будет стоить 600 рублей с человека. С англоговорящим гидом – около тысячи. И если в столице Кузбасса с туристической инфраструктурой все более-менее благополучно, то немногое, что есть, пока работает, то, к примеру, в Новосибирске таблички-указатели для иностранцев сделали с ошибками. Ну а в Томске решили создать туристический информационный центр. Любой путешественник, позвонив по номеру телефона, может получить всю необходимую информацию. Правда, пока сервис работает только в тестовом режиме. А вот давно и официально запущенные информаты в Омске сегодня практически не работают. По задумке авторов, они должны были знакомить гостей города с его историей и достопримечательностями.